зашла в чудесный магазин называется фермерцент раньше он находился в орбите сейчас микрорайонка 133 но я тут первомайская 133 в общем я пришла сюда за семена конопли просто здесь есть разные разности потому что кому такое нужно вообще здесь брала раньше брала для шашлыка для плова здесь покупала мне очень здесь не нравился такой набор вот твой зимой да двадцатый раз два три нормально я тут скучилась по одной продукции оксане не привези случайно творожок вот этот который топленое молоко которые нету не привозят вообще жалко что тут сметана вот это вкусно подбери и творог вкусно здесь давай не творог сметану небольшую сметану не сейчас нет у вас есть больше тогда что мне делать йогурты здесь вкусные кукурузу бандюрель не нужно такие вещи мне надо мед мед есть и хлеб но есть мед есть настоящий наверно мне для рыбалки подмешать туда куда-нибудь это дорого разнотравья пока фитнес паста обалдеть предлагаю черемковый кверок ну давай мне кусочек два мне и гору два кусочков люблю черемковые я молодец разрешу ну давай какие тут а а а а ты что ты мне тоже дашь это вот малому попробовать я такое я про вас не поняла слова как это называется а нигири а нигири ну это что-то новенькое и у вас тут мороженое тоже у них там специфическое у них сейчас магазин маленький и очень интересная продукция вот масла разные грецкое конопляное масло мяное рацио ну цена конечно потому что она натуральная всем привет я жарю сегодня кабачок кабачок мой домашний который вырос у меня на огороде сейчас еще кое-что покажу всем привет 10 июля пожарила кабачки собираюсь на работу я улыбаюсь я улыбаюсь но настроение в общем на последнее нас дыхание вообще не хочу на работу идти вообще душа не лежит хочу в отпуск отдыхать и даже ну конечно мы планируем уже там заказала я что же заказала вчера три матраса специальных туристических и заказала мешки в спальнике вот а настроение вчера после рыбалки разболелась голова у нас шел ливень может мне скидывали магнитные бури какие-то я не знаю голова болела до сегодняшнего дня ну в общем сейчас как бы более-менее потому что надо идти на работу но я тут еще что делала вот у меня два лоточка таких это клубника сейчас я поставлю замораживать клубники в этом году немного в общем посмотрела один рецепт сейчас покажу как выглядит она не хотела варить варенье хотела заморозить но в общем посмотрела один рецепт крупную клубнику помыла сложила вот такие два судочка а мелкую клубнику замельчила перетерла на блендере с сахаром мне кажется сахара маловато в общем залила и это будет на зиму ну или любое время поставлю в морозилку вот есть еще у меня отложенное дело не доделано димой у нас на работе угостили шишками такими кедровыми пролежали эти шишки зиму лето наконец-то думаю там перебирала залежи свои думаю нужно же их разобрать я их ну растращила а как это сделать как добраться до этих орешков как их отсортировать как золушка или как ну в общем еще у меня есть такая работа надо конечно попробовать этот орешек не ну не горький или он нормальный или чтобы не тратить зря время вот в общем конечно надо посмотреть в интернете как это все сделать ну может быть кто-то напишет в комментариях на второй этаж приехал на эскалаторе хочу найти себе спецодежду купить особо ничего не хочу выбирать новый корпус рынка переход напротив 51 отдела наверно наверно в новом корпусе где-то есть спецодежда женская одежда нужно заходить но мне сегодня не стоит на это вот куда еще можно ходить за обувью за всем ну как-то я не привыкла сюда ходить 51 это 9 уже все что хочет 34 ничего так вот спецодежда сейчас попробую приберить вот такая штука вот еще посмотрю мужские вот что мне надо мужу он не замучил штаны бесконечно шить свои брюки так ему нравятся какие-то брюки свои так ему нравятся какие-то брюки свои его надо сюда привезти ну я сейчас ему позвоню может он да что тут еще вот вот берцы вот я ему берцы хотела вот тут это узенькие такие развиваем перцы это для сварщика наверно еду обратно нет настроения не ходить тратить деньги оказывается здесь на вторых этажах футболки нужно и за три тысячи купить но я пока морально не готова к этой покупке я купила себе на работу пущу и мне сегодня штрёх сейчас я поеду домой думать буду что делать или готовить что-то приготовить или на огород споведнуть скорее всего скорее всего не знаю я же завтра по-моему выходная нет я ходила тут рядом где тебя огороды все растения сейчас посмотрю что есть вот футболку за три тысячи конечно я же не могу себе позволить а вот потратить на какую-нибудь ерунду вот клубничка ох какой здесь запах вот это называется земляника или клубника это клубника это клубника это клубника пахнет смотрите как я приспособилась как выглядят шишки которые я растращила и теперь я нашла вот такой мультиварки мультиварки вот орешек еще есть так нужно было лучше так теперь вот сюда ну что ну что вот у меня получилось столько отходов из шишек здесь это как вам объяснить в пакете было вот столько где-то шишек вот столько и вот представьте сколько здесь самих орешков в скорлупе никогда бы не подумала что их так столько много будет вот посмотрела в интернете какие существуют способы очистки от шкарлупы поняла что мне через час на работу вряд ли я это все смогу быстро сделать нужно еще просеять пусть еще они постоят просеять я так думаю и должно быть время может зимой не знаю то есть нужно залить кипятком на три минуты и потом они легко там можно скалочкой по ним пройтись и и тогда они как бы руками расчищаются оказывается вот почему грецкие кедровые орешки такие дорогие потому что это тяжелый труд очень такой нудный муторный ну возможно промышленных масштабах это конечно как это может побыстрее подешевле но все равно чтобы извлечь из этого вот зернышко ядрышко не знаю это смысл